Привет, девчонки, привет, привет, давно мы с вами на кухоньке чего-нибудь да не чудили И мальчишке, конечно, привет, потому что все время здорово из девчонки Девчонки мне мальчишки потом бежит, ну что же вы так, нас не это, не любите, что не называете нас И мальчишки, ребята, всем-всем-всем привет Все, у нас вечер, у нас в принципе целый день дождь, у нас целый день ветер, у нас это И сейчас посмотрела прогнозы, и у нас муха, муха, собака, я за ней гоняюсь сегодня, долго и нудно В общем, не обращайте внимания, сидит, она в квадре так пролетит Значит, короче, сегодня посмотрела прогноз, а там вообще пишут и пишут, и в новостях сказали, что опять на Украину сунет циклон И, значит, западная, по-моему, вся территория, Киев и центральная, то есть наш, ну, центральный регион, тоже захватит Что это такое? Что это? Блин, у меня тут сахар рассыпан, думаешь, что такое? Это кто-то уже тут что-то, это что-то, это кто-то, это Коля, 100% Вот, и, значит, пишут, что это самое, у нас приморозков, конечно, не будет, но до 0 градусов по поверхностям Вы представляете, что значит до 0 градусов по поверхностям? Это ж кошмар, это все, это, блин, растюшечки, то, что вам посадили, это, блин, вообще никуда не годится, правильно? Это кошмарчик Сейчас Коля ведал по заднице за то, что он мне тут сахар рассыпал, и мне ничего не сказал Ё-моё Да, Николай? Ты сахар рассыпал? Признавайся быстро Сахар кто рассыпал мне по столу? А, ты что, серьезно? А что выделить за собой? Конечно ушла, да А ты им не говорила? Мне? Позвони 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 Этот вот Значит, что? Соскучились вы за мной, а я за вами, да? Вот Сегодня нам нужно что-то приготовить такое, чтобы это было вкусно, чтобы это было сытно и чтобы это было без мяса Вот, что самое быстрое, ну, в общем, получается А раскрою вам такую тайну, тайну, секрет А особо не тайна, не секрет Опять у нас марафон есть Вот, и я опять на это дело подписалась Дело в том, что после прошлого раза очень даже себя хорошо чувствовала И, то есть, начали подтягиваться вот эти бачка и все остальное Потом же болезнь, потом забросила И, естественно, что немножко опять рассобачились, как говорится И так как я же говорю, что полезная пища никому не помешает Тем более, можно делать и, как бы, правильное питание И чтобы это было полезно и вкусно Тем более, у многих сейчас такая ситуация, что, знаете, и особо мясом же не разживешься Поэтому вот так Поэтому будем готовить без мяса сегодня Но тоже вкусно Значит, у меня сегодня будет вот такая вкусная тушеная капустка С грибочками Смотрите, какой у меня лук Представляете, домашний лук, он такой огромный, как пальма Как пальма Да и я залезла в этот, к себе в штумочку В надежде, что у меня там лук А у меня лука-то там нету А потому что Даша последний использовала там То ли на себе на омлет, то ли на салат, я не знаю И не сказала об этом И все А мы были, когда в АТБ, забыли за выпеча А, нет, мы не забыли, мы его не купили специально Потому что он был там плоский вот такой И он жесткий очень сильно Я говорю, давай не будем, в следующий раз будем поехать и купим Итак, в следующий раз мы не поехали и забыли Так, и у меня сейчас натертая морковь У меня будут грибы У меня, правда, тут грибов совсем чуть-чуть Ну и порция будет, в принципе, соответствующая Маленькая Вот И что-то еще будем добавлять Что-нибудь такое вкусное, секретное Что туда подойдет И обязательно нужна или томатная паста, или что-нибудь такое В общем, девчонки, поехали В первую очередь нам надо взять сковороду Так как лук у меня совсем молоденький Девочки, мальчики Я что буду делать Я сначала буду обжаривать нашу морковь Так, что это еле Открыть-то не могу Алло, алло, аккуратно Так, буду обжаривать морковь Масло немножко нужно налить Потому что Вот она, вот она, эта муха Потому что Почему? Потому что морковь берет в себя много масла И хотя бы чуть-чуть, но нужно Потому что она будет у меня гореть Хотя на вот этой сковородке биоловской Которая Что-то, по-моему, переборщила с морковкой Наверное, я немножко отберу Порция-то будет небольшая Я вот сюда морковки сюда накидала Вот так Эту морковку бульончик пущу Собачуком надо сегодня сварить Собачуком бульончик Кстати, собачуком бульончик Николай! Я тебя просила с морозилки достать собачкам что-нибудь Что? Я просила с морозилки с дальней достать что-нибудь собакам Нет Да? Нет? Да? Нет Хорошо Я просила у меня зайти на огород и взять лука После этого я сказала, что нужно собачкам достать что-нибудь В общем сходи за чем-нибудь так девочки лук в принципе он будет бросаться в кору когда морковка обжарится сейчас будет шумно из-за морковки еще мы делаем и режем и капусту капусту мы режем как обычно беру свой супер опасный нож и очень его боюсь и вижу обычно тоненько капусту нашу капусту сразу немножко обжариваешь хорошо тогда их нужно так что подошла я не подошла я все подошла я вас немножечко пожмакаем нашу капусту чтобы она лучше обжарилась ну как обжарилась хотя бы немножко пустила свой сок для того чтобы лучше пустила свой сок чуточку чуточку ее присолить капюшечку что что у нас а что у нас а у нас в квартире вас а у вас а у вас квартире есть нас или нет у нас получается погода отвратительная вот холодная ветреная да еще с дождем и представьте если будет заморозки ну не заморозки типа такого не пойми чего это будет совсем плохо мои бедные помидорки которые мы вчера посадили поверзнут ну будем надеяться что такого не будет даже всегда одно говорят а на самом деле все по-другому так морковку не забудем не забываем помешивать первая морковка на этот на плиту пошло а мы вчера представляете вчера же мы совсем вчера 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 готовила вкуснячую рыбку вам показать ну я такая была задолбанная и сейчас после этого огорода чуть-чуть подмерзла потому что под вечер и все-таки ветер начался и все и на этом закончилось в этом конце засняли маленький кусочек видео за кто-то не к силу не городу знаете концовка по скриптам типа и вот так вот девчонки не заходила не читала еще комментарии загляну что там у меня коля отобрал компьютеры целый день целый день клепал он бедняжка свои видео звукоизоляции нашей комнаты клепал старался а потом же смотрит нет просмотра там на одном видео получать 700 просмотров на данный момент а на втором видео что-то там 400 такое а последнее видео которое вы выложила просто обычный наш локто тыщу чем думает как я такой молодец так старался не каждая понимаете не каждая тоже женщина будет утеплять комнату не каждому это интересно понятно ничего страшного на каждое видео есть свой зритель очень быстро мешать потому что она даже на сухой сковороде она быстро пригорит у нас а нам пригорит не надо нас совсем пригорит не надо чтобы она немножечко как бы пустила сок обжарилась можно самый минимальный газ сделать она что-то у меня так вот такой у меня шумный вечер как говорится тут готовить там готовить муха сидит собака такая прямо вот она вот она прямо с коридора и сюда в коридоре занялась занялась там где-то запряталась от меня думаю что видео все равно ты снимать надо уж будет муха так будет что сделаешь так девчонки что мы делаем с луком иди отсюда сейчас точно ляп лук возьму и тебе конец приснится так лук мы естественно нам зелень то не надо мы обрезаем ее зелью просто кушаем а будем использовать только на уши вот эти вот белые части так как он совсем молоденький совсем-совсем молоденький мы его просто порежем как полукольцами обычными такими небольшими полукольцами молодой и вот эта шкурочка с него прямо слазит не дает мне резать его не хочет лук резаться заходить а мне ой 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 не гори не гори пожалуйста засыпаем сразу морковку морковка у меня тут уже пылается что ж такое видите как я умею готовить на плите все бывает знаете дни не задались называется когда все с рук падает тут у меня сегодня такой день все абсолютно выпадает вот что куда не возьму все летает у вас такое бывает девчонки напишите мне то я прям сегодня чувствую себя каким-то рукопопом блин честное слово смотрите уже вся плита уже все кошмар так капусты немножко я думаю нам на ну может немножко зарежу что-то троих нам хватило дашка пошла гулять сейчас придет прогуляться немножко встретиться только со знакомыми может быть выходят есть тут разговаривает вот и она сейчас придет и надо что-то что же кусать поэтому сейчас сделаю быстренько и собакам надо сварить и всем надо что-то сделать так мы теперь уж точно капусты хватит убираем здесь отключаем здесь сегодня какая-то несобранная не могу понять то ли за погоды то ли за мысли все думы моей думы знаете что да как будет у меня чем от новичка подгорело немножко пусть и правильное питание так капусту высыпаем пускай на тут все тушится вся обжаривается втушивается она уже он такая стала темненько кремовая можно так сказать кремовая нам этого и надо поменьше подсолнечного масла поменьше любого масла и что было более питательным сейчас чуть-чуть она пройдется и будем высыпать зажарку зажарка у нас конечно красивая под загоревшие так сказать уже сегодня смотрел ролики наши старые с этого представляете с моря там то классно теперь 100 процентов будем каждый будет ездить на море не знаю потихоньку открывают конечно и разрешают там многое что но опять новые эти вспышки пошли поэтому знаете рисковать здоровьем ради того чтобы поедет на море опять же таки что могу сказать многие люди типа но это ж море а нож там очищает а нож там то есть можно типа далеко друг от друга на пляже быть но тогда можно далеко друг от друга на пляже быть но я вам скажу купаться вот эта проблема почему потому что вода вы понимаете что вода это тоже переносчик потому что смотрите но я но это не секрет сюда многие на море что делают описать захотел куда побежал в море правильно и так делают очень многие поэтому я живу решила допустим там кто-то подписал а ты тут покупался понимаете вот вами переносчик знаю насчет моря как и что вряд ли мы наверно в этом году на этом море выберемся ничего зато за те деньги которые могли бы потратить на море правильно что-то сделаем постройки что-то может по стройке успеем нас планов конечно как у наполеона когда это все успеть так его знает так короче что я делаю я наверно сразу за не сразу не буду заливать через пасту томатную найду если я ее найду я ее нашла я молодец и у меня еще есть по моему соус ну соус 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 или пасту соус не давайте пасту буду буду использовать пасту для того чтобы для чего чтобы для того чтобы был такой ярко томатный вкус потому что у любого соуса есть свой привкус понимаете вот и поэтому чтобы не испортить так что это у меня тут такое в томатной пасте небольшой у меня тут некрасивый какой то есть налет знаете что я делаю для того чтобы томатная паста не так не портилась я заливаю немножечко подсолнечного масла ну вот иногда на краешках вот здесь вот здесь вот есть налет а так вроде бы нормально немного подсолнечного масла когда пасту использовали разровняли ее в баночке и немножко подсолнечного масла сверху и все вот отлично нормальная паста так сколько же я буду класть и сразу наверно залью водичкой чайник уже в налете уже нужно его будет чистить потому что конечно да ну хорошо что знаете что чайник стеклянный у меня если бы чайник был темный и не видно было бы сколько там налета а так он стеклянный сразу видно да так раз ага какой налет надо быстренько его чистить и сразу раз-два и почистил вот мы чистим его каждую неделю потому что налет моментальный вода отвратительная и фильтры кстати вот которые фильтр который мы ставим чайник ну который пить воду тоже очень очень часто меняем потому что прямо ну сильно сильно загрязняется у нас так собаки выхлопят это капец так у меня было тут несколько отварных грибов вот сейчас мы их тоже порежем ну и такими наверное не сильно мелкими кусочками чтобы их было заметно но они уже отварные так что они в размере уже не уменьшится они уже свое уменьшили так что так очень удобно если грибы остаются лишние то я их просто отварила и или заморозила уже только в отварном виде или же отварила и они так дольше стоят не темнеет вот этот как как обычно ну хотя у меня уже постояли успели грибы постоять в холодильнике я их заметила поздно Даша покупала и как то она поставила их там за кастрюльку я и забыла за них вот это вчера залезла блин Даша ну что ж ты не сказала то они такие полутемненькие были у нас а то их быстренько отварила и все обычно если покупаем много грибов где то по скидкам то беру что во первых самое классное если я хочу консервированные грибочки на ментальный рецепт вообще исключительно быстрый исключительно вкусный это сделать консервированные грибы то есть вы можете взять обычную банку вот с закруткой да ну какую закрутками даже закрутку вот эту крышечку старую главное чтобы она плотно закрывалась на 5 секунд поставили простерилизовали банку как стерилизовать это что в емкость любую кастрюльку набрали воды она закипела совсем на донышке поставили баночку вниз головой из дна вот она пропарилась как донышко будет станет горячее вот донышко сразу это считайте простерилизовала крышечку просто в эту воду кипящую положили она прокипела там минуточку буквально все баночка крышечка готова вот единственное чтобы крышка даже если она старая чтобы она не была внутри поцарапанная вот эта закрутка если есть обычные закаточные закаточные это без разницы вот и что и сделали грибы они варятся там быстро быстрее чем я не знаю что особенно шампиньоны не моментально у нас канал на канале Николай Шаповалов есть все рецепты у нас там 3 или 4 рецепта этих грибов как я делаю вот классный рецепт там с морковкой идет вот беспроигрышный до такой степени вкусный что я вам просто передать не могу вот когда мы покупаем где-то по скидке грибы вот когда много я обязательно делаю так а если остается вот такое малое количество грибов от чего-то я их сначала отварю немножко буквально шампиньоном сколько 5 минут надо для того чтобы если вы хотите чтоб они прям беленькие красивые остались немножко лимонной кислоты щепоточку в кипящую воду а потом сразу грибы помещаете буквально 5 минут прокипело на дуршлачок сцедили их чтоб они не мокрые были ну так чтоб сухенькие были и потом в пакетике заморозили все и красота достаете в микроволновку бросили и так разморозились любое блюдо любое что вот такая вещь свежие грибы попробовала заморозить потом их достала они такие как как вата что ли представляете как вата стали ну невкусно мне не понравилось так беру свою знаменитую приправочку лесные грибочки еще раз ее показываю кто просил показать фирма маэстро вот так вот она выглядит вот очень очень вкусно тут прямо живые кусочки грибов есть и забрасываю наверное куда мне их забросить сюда или туда куда мне туда или сюда давайте сюда сейчас все равно это буду пересыпать все забрасываю ну так сколько я считаю нужно на свой глаз забрасываю здесь пока месь варится грибы готовы почистить чесночок ой где мой любимый ножичек для чесночка вот хорошо же что на огороде свое есть да я такая крындычиха безумно да наверное я вас уже задолбала ой девчонки я иногда я же говорю что начинаешь что-то так вот он день какой-то начинается и пошло и поехало и и ничему не помогает не знаю что-то какие-то мысли крутятся у вас такое бывает вот я же говорю устала не с той ноги вроде бы с утра еще как бы ничего-ничего под вечер уже начинается такие какие-то мысли какие-то там что-то там думаю за что-то начинаю переживать ну не то что там знаете тревожное состояние не такое вот как знаете как страх не это а вот именно мысли 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 и то надо и то и надо и там надо успеть и вот это вот все меня так гложет кошмар когда думаю за то что много чего нужно успеть это очень сильно гложет так уже в капусту немножко добавлю воды пускай она уже потихонечку у нас тушится тушится и на длине крышечку сегодня мне тут ничего не уронить крышечка подойдет подойдет да ну я сейчас вырешу вот у нас собаки храпят на всю кошмар кстати фильм 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 какой я смотрела фильм или я вам говорила уже за это да я по-моему говорила обычная женщина это пыталась найти второй сезон нету я так в надежде была что второй сезон нету и тоже многие спрашивали этот где мы находим типа фильмы чтобы смотреть многие фильмы вы советовали вот ну кто советовал знает да вот а многие фильмы знаете этот в ютубе топ-10 типа топ-10 топ-15 вот это вот вот иногда беру смотрю иногда интересно иногда получается попадается фуфло конечно ну а что тоже дело нужное вот какие программы сейчас смотрю да никакие я сейчас не смотрю программы тоже задавали вопрос а что вы любите смотреть вообще я люблю смотреть мастер шеф мне очень нравится этот эта передача вот единственное что последний сезон я не смотрела почему потому что там были эти типа профессионалы мастер шеф профессионалы вкратце что это такое за программа это типа обычные люди аматоры проходят типа конкурсную вот эту основу там все остальное и их там гоняют учат готовить они там постепенно каждую неделю вылетают в общем у них там конкурсы сражений на природу вывозят типа в такие условия знаете чтобы на костре готовить в общем в любых условиях смочь приготовить типа классные и рестораны и домашние ну по-разному в общем такое мне очень нравится вот что еще смотрела да у меня если честно у меня просто особо времени если так разобраться нету вот в начале весны когда еще на огород не надо было мы с николаем вы все знаете присели на сериалы смотрели сериалы а сейчас 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 реально вот я живу прям времени нету вчера или позавчера сделала себе выходной только потому что я себя плохо чувствовала вот именно шухиха и все остальное поэтому включила сериал и то попутно я говорю и видео клепала и на комментарии отвечала вот у меня несколько дел одновременно это нормально так 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 вкусная будет наша капустка так красота и порядок все девчонки я вот эту вот это добавляют туда вот так боже как я за плиту за это запачкала это кошмар сюда нападала нападала ну ужас так здесь уже нет немножко тогда с крана добавляем воды ничего страшного сковородочку чтобы с нее все вкусы сюда вылить так сковородку пока сюда поставлю вот так так про что говорили про что про что про то что смотрю про то что не смотрю да ничего не смотрю серьезно я же говорю сейчас последнее время нас все время занимает огород вот представьте утром мы просыпаемся что мы делаем утром проснулись значит нужно что-то там на завтрак придумать придумали что-то на завтрак ну во первых нужно утром встать там посмотреть что с видео что куда надо склепать видео вот сегодня я же говорю сегодня у меня Коля отобрал компьютер и он до вечера блин ну не до вечера до обеда склепал свои видео потому что он потерял несколько видео пытался их найти короче забрал у меня компьютер вот ну обычно если теплый день например что мы делаем боже ларка на кухне утром встали я там пока обед ой пока завтрак готовлю Коля расчехляется он там что-то нам смотрит свое что-то это самое потом у нас завтрак что-то мы можем посмотреть потом надо обязательно после завтрака выйти там прошвыгнуться я же говорю всех покормить туда-сюда ну это там допустим Коля делает я сажусь склепаю какое-то видео склепала видео бегом начинаешь одеваться потому что нужно на огород топаешь на огород бегом что-то там на том огороде делаешь там вот и приходишь домой потому что заранее потому что нужно приготовить обед можно обед конечно приготовить сразу на несколько дней ну в принципе иногда я так делаю иногда так не получается все равно даже если на несколько дней кто-то шлет сообщение если даже на несколько дней там сваришь там тот же борщ на обед или еще что-нибудь все равно разогреть надо этот, что-нибудь там какие-нибудь там, я не знаю, бутерброды сделать, или же, блин, яйца к тому же, борщу пожарить, или тоже сало там нарезать, ну, что-нибудь вот такое к борщу, то все равно надо, правильно? Если это не борщ, то салатик какой-то там нарубать. Вот. В любом случае, летишь с огорода, в любом случае руки моешь, в любом случае там вот, все это готовишь, зовешь в школу, садимся обедать. Пока пообедали, пока, допустим, после обеда хотя бы минут там 10-15 посидели, чай попили, опять собираешься, валишь на этот огород. Если видео, допустим, там не склепало или доклепывается, вылаживать его, ну, выкладывать на канал, вот, там где-то пока сидишь, можно на пару комментариев ответить, и все, и уходишь на огород, и это, в принципе, до вечера. Все. Вечером заваливаешься домой, вот такой еле живой, вот, первым делом дуешь в ванну, естественно, вот, и все, и потом готовишь какой-то ужин, садишься, вот это вот так быстро покушал, посидел, может, повтыкал немножко что-нибудь там в новости, в телек, что угодно, от меня не знаю, вот, и все, и все, и вечер. А сейчас еще добавились тренировки, то у меня еще после огорода приди домой, сделай тренировку, потом дуй в ванну покупайся, потом готовь ужин. В принципе, вот так вчера и было. Потому я, я же говорю, была замаханная такая, я уже рыбу вам не показывала, как я делала, хотя, было бы интересное видео. Вот. Как я сделала вкусную, вкусную, скуличку. У нас, я же говорю, вчера вы, может, увидели, скумрия, с картофелью была, вот, с морковью, очень вкусно. Печеная, кстати, картофель. Сейчас. Приоткрою немножко дверь на улицу, потому что прямо жарко. Так, ну что, девчонки, дальше, что у нас по плану. По плану у нас выкипела немножко вода, и немножко добавлю томатной пасты. Мне, хочешь, чтобы цвет был более, ой, у капусты насыщенный. Вот это, кстати, томатная паста, которую я добавляю. А можно на томатном соке. Вот эта паста, что я добавляю, она так себе томатная, ну, если брать вот эти вот, по томатности, да, вот, она слабенькая, поэтому добавить можно много. Так, что я, о, я добавлю, знаете, чего? У меня есть перчик, мой любимый. Такое, паприка с красным перцем, часто показываю. Вот, очень вкусная приправочка. Я добавлю для остроты. Мы любим остренькое. Так, и что мне ещё из своих приправок добавить? Что же мне ещё добавить, чтобы было более... Так, укропчик. Вот укропчик сушёный я немножечко добавлю. Только смотрите, когда вы пользуетесь, кстати, сушёным укропом, сейчас, две секунды, не перебарщивайте. Знаете почему? Потому что именно сушёный укроп, он даёт очень яркий и аромат, и вкус. Вот. Аромат, само собой, но вкус он даёт очень яркий и можно тогда переборщить, как говорится. Так. И, наверное, знаете, чего добавлю? Немножко базилика. Вот базилика я добавлю. Базилик здесь точно лишним не будет. И аромат даёт, и привкус. Ну, обычный... Ах, базилик. Люблю я базиличок. Свежего, к сожалению, ещё пока нету. Перчик обычный. Чёрный добавлю в любом случае. Чуть-чуточку. Что ещё сюда у меня пойдёт? Паприка копчёная. Вот такую Дашка купила. Кстати, очень интересная паприка. Я сейчас её немножечко тоже добавлю. Вот такой яркий, красивый цвет. Где-то в пределах чайной ложечки добавила. Может, он добавит как раз цвета, и будет очень даже хорошо. Так, всё. Всё это дело мешаю. И пускай нас тушится. Грибы я добавлю, наверное, уже, когда капустка протушится. Хотя можно и сейчас добавить. Тут без разницы. Сейчас я же говорю, наверное, многие мне напишут, вы что, зачем вы вот это начали? Эти все питание и всё остальное. Девочки, я же говорю, что такое питание, оно особо, ну, как бы, ничем не отличается от того, что я кушала раньше. Потому что, получается, что мы мясо, ну, мясо, да, ну, свинину, я не скажу, что мы в последнее время там часто употребляли свинину. Но употребляли чаще всего обычную курицу, да? А курицу при правильном питании можно. Рыбу. Какую хочешь, можно. Что? Вкусно, что-то пахнет. Какую? Какую-то патушу. Класс. А, Зай, ты идёшь ту хату? Да. Приези мне, пожалуйста, с большой морозилки лоточки с этой, замороженной фасолью, проваренную, это чёрное такое. Сколько? Ну, один лоточек. Один лоточек я на завтра что-нибудь приготовлю. Ну, завтра, вернее, приготовлю, она разморозится. Вот как раз сейчас, если он найдёт, приезжёт, я вам покажу, какую фасоль я морожу. Из такой фасоли у меня, кстати, на канале Шаповалова на кухне очень-очень вкусное блюдо. Тушёная фасоль. По-моему, так называется. Или фасоль. Короче, в общем, очень вкусное блюдо. Там даже на картинке, если вы зайдёте, посмотрите, всё увидите. Так что, советую всем попробовать. Очень-очень вкусно. Так, что мне ещё нужно взять? Мне нужно надавить чесночок, а можно, знаете, его даже нарезать. Я бы его, наверное, просто нарезала и вместе с грибочками добавила. Просто обычными такими. Какими-нибудь. Как вам хочется. Чеснок молодой, поэтому он отдаст аромат быстро. И, в принципе, любой чеснок он. Его за, сколько там, просто за 3 минуты бросаешь, и он отдаёт свой вкуснячий аромат. Что-то накипит, по-моему, сильно, да? Так. Сделаю меньше газа, чтобы оно протушивалось. Всё. Если бы было грибов больше, было бы гораздо круче. А, вот. Я же говорила за правильное питание. Вот. Кстати, грибы заменяют спокойно вон эту, как её называют, мяско, да? Вот. И, опять же таки, я же говорю, мясо можно, всё, свинину даже можно. При правильном питании даже можно свинину, просто в более ограниченных количествах и более нежирные куски. есть в этом эти дни, ну, как дни, там, специальные дни, в которые можно позволять себе даже там жирную еду, например. А вообще, я же говорю, что это всё сделано для того, чтобы организм приучить правильно питаться, в том плане, чтобы... Спасибо, Зарька. Правильно питаться, в том плане, чтобы легче работал кишечник, чтобы лучше работали наши все органы. Потому что, представляете, как тяжело. Вот мы на днях сели, то картошки жареные натоптались, то, блин, а утром, ой, как я себя утром чувствовала плохо, когда мы пельмени наделись вечером. Сели, так это было уже пару дней назад. Сели и натоптались пельмени. Боже, я, во-первых, спала плохо, крутилась, не мог заснуть. А во-вторых, во, смотри, какая, гляньте, какая, да? Это фасоль. Она такая красивая, как пуговочка, да? Как пуговички. Очень-очень красивая фасоль. Вот, она у меня предварительно немного отварная. Вот, и я ее заморозила. Я ее чуть-чуть отварила, чуть-чуть совсем. Вот, чтобы она немножко это самое, ну, как бы, вот, и заморозила. И теперь на завтра у меня будет очень-очень вкусная фасолька тоже. Так, и что? И опять у меня все с головы полетело. У меня же бабочки в голове. Тараканчики, бабочки, они там бегают, пляшут, у них там дискотека. Короче, я делаю, вернее, мы решили, естественно, это правильное питание не ради похудения. Я сразу предупредила эту Алину, мне худеть не надо. Мне желательно подтянуть пузо, подтянуть бока, но это тренировки. Это ясное дело, что тренировки. Огород, мне когда-то, когда я в прошлый раз садилась на, типа, на вот это похудение и на все остальное, но это не похудение, это марафон называется, я даже не знаю, как это называется, то мне написали, вы что там на огороде и похудеете. Похудеть-то я, может, похудею, но вот это все для убирания вот этих всех бочков и всего остального. Там надо комплекс упражнений специальных, допустим, тупо направленных на, допустим, на это. Вот у нас вчера было упражнение на ноги, то есть сегодня, конечно, хожу как это, как знаете, как не пойми кто. И сегодня тоже, кстати, упражнения были на ноги. Кому интересно, сегодня у нас был типа лайт такой день, это было 100 приседаний за целый день, ну, можно было с перерывами, конечно, правильных там приседаний, вот, и 20 минут типа ходьбы, с поднятыми вот, ну, так вот, ногами. На самом деле, я думала, господи, 20 минут, что там эти ноги поднимать? Ага. Максимум, что можно сделать, это 2 минуты. Вот я могла сделать 2 минуты ходьбы с высоко поднятыми ногами. Попробуйте сделать. Я же говорю, ну, это именно для мышц, для ног. Так, девчонки, что, 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 что? Красота моя пахнет, пахнет ароматом. Я засыпаю грибочки вместе с чесночком. Сюда, так. Вот. И знаете, чего я добавлю? Я, наверное, добавлю кукурузки и... Что сюда подойдет? Опа! У меня есть классные эти маслинки, по-моему. Если их тут найду, девочки, у меня, смотрите, завороженные овощи есть, классно. Мы добрызгавшие кукурузки. А вот маслинки я, наверное, девчонки сейчас не найду. Сейчас посмотрю. О! Я нашла. Я добавлю немножко маслина в подкопченых у нас есть такие вот с косточкой у них морожен. Чуточку, буквально для такого, знаете, приятного аромата и вкуса. Буквально, я думаю, вот такой жменички хватит. А не с косточкой, но они их видно и заметно. Так. Добавлю кукурузки это будет вкусно. А это положу... Так, что ж я запечатала? Запечатала, а воздух не спустила. Вот так всё. Добавлю кукурузки консервированные. Даша где-то банку открывала. Тоже взяла, открыла. Говорю, что ты не открыла наш домашний? Он же, это, полезнее, чем это. Так, и что? Сейчас покажу, что ещё добавлю. Добавлю пару ложек кукурузы. Нет, кукурузу попозже, наверное. Нет, можно сейчас, ничего не будет. Раз, два, даже, наверное, три, даже вот так, четыре. Четыре. И знаете, чего добавлю? Вот чего. Ой, ничего. Ой, ничего. Это у нас красная. Это у нас... Я всё время забываю. Вы представляете, какая у меня память? это у нас... Это у нас... Аааа, как она называется сейчас? Коля, красная, это у нас что? Маленькая красная. Клюква. Ё-моё. Ну, куриная память. Клюква. Вот такая маленькая красная клюква. Я немножко клюквы добавлю. Чуть-чуть. И будет очень-очень вкусно. По-любому будет вкусно. Невкусно быть не может. Но если что, мы попробуем, скажем. Если что-то было лишнее, то мы обязательно об этом вам скажем. Клюква, она такая с кислиночкой немножко. Она фигас классный, вкусный этот... Привкус. Привкус. Мне кажется, это будет очень... Кстати, мне кто-то советовал. Ой, девочки, извините, что по именам может быть не скажу, не помню. Но мне кто-то советовал, что очень вкусно в тушеную капусту именно клюкву. Вот. Потому что я готовила плов с барбарисом и с клюквой. Вот. А мне кто-то сказал, что очень-очень вкусно будет и тушеная капуста с клюквой. Вот. Ну, я так думаю, что действительно будет вкусно. Сейчас я это все смешаю. Накрою крышечкой, девочки, и пускаю, но у меня все красиво тушится. Ну, Николаю уже аромат нравится. Надо что-то готовить оригинальное. Вот, вы знаете, понятно, что тушеную капусту с мясом может приготовить почти каждая хозяйка. Правда ведь? Что-то там. Зажарку сделал, капусту забросил, блин, мясо нарезал, поджарил, все это смешал, и вот тебе и вкусная тушеная капуста с мясом. Вот. У нас почему-то называли солянка. Вот у меня мама и бабушка, и мама называла солянкой. Я всегда солянка, солянка. А потом, знаете, что, когда уже начала заниматься в интернете, ну, то есть, вот это все, рецепты готовить. И как-то написала солянка, потому что, как раз, я тогда тушеную капусту приготовила. Кстати, у нас тушеная капуста с мясом, вкусная, все есть на, по-моему, и на канале Николай Шаповалов. Мы же раньше не только консервацию там делали, а еще такие обычные рецепты делали. Так что, можете зайти и посмотреть, как делаю тушеная капуста. Можете прямо в угле писать тушеная капуста Шаповалов, и вам выйдет. Так что, так. А можете просто написать капуста шаповалов, и вам выйдет все рецепты с капустой. И квашеная капуста, и тушеная капуста, и всякое разное. Итак, любой рецепт, кстати, если вам что-то хочется посмотреть именно нашего исполнения, пишите, допустим, баклажаны шаповалов, или пишите, допустим, любое блюдо, допустим, оливье шаповалов. И вам будут выходить те рецепты, которые у нас именно на канале есть. Вы увидите. Я даже и сама иногда так ищу на своих каналах. То есть, впадло мне заходить на канал, искать бегом, бегом, где там у меня что есть. А если что-то подзабыла, то беру в гугле просто, ну, открываю страничку, пишу. Там, допустим, кабачки шаповалов. Раз, у меня все-все-все абсолютно рецепты кабачков там или еще что-то, или еще что-то выходит. А бывает, знаете, люди спросят ссылку. Дайте там, допустим, на ваши там кабачки кольца чили. Вот у нас очень популярные кабачки, кольца чили. Очень красивые колечками кабачки. Вот. Вот смотри на эту муху. Сейчас как раз пойдет вот сезон, начнут консервировать. И тоже, опять же, начнут частенько какие-то вопросы задавать. Короче, если меня на другом канале спрашивают. Я что-то не могу найти ваш рецепт, подскажите или дайте ссылку, или еще. Я беру, прям пишу там, допустим, кабачки шаповалов. Кабачки шаповалов. Или там помидоры шаповалов. И мне выходят все-все-все наши рецепты. Я нахожу тут, что надо, ссылку беру, раз вставила, все как полагается. Так вот. Про что я говорила опять? А, что там на канале тоже есть многие рецепты, наши старенькие, интересненькие, и все. И что, в принципе, там капусту с мясом готовить очень легко. И что раньше я думала, что это солянка. Потому что мама так с бабушкой называли. А потом, короче, по-моему, мы так и выложили на видео, когда я тушила эту капусту. Солянка, типа, туда-сюда. Я даже уже не помню, сейчас она так солянка называется, или мы поменяли название. И мне как посыпалось, там, какая-то солянка. Уже никогда в жизни солянку не видели. Кто-то написали, что солянка это суп. Кто-то написали, что это рагун. Кто-то еще. Ой, боже. Короче, наслушалась я тогда. И я такая, знаете, тогда в интернете. Ну, я очень тогда плохо разбиралась. Я в основном могла на кухне тут крутиться. Коля меня снимал. И сам занимался там. И вылаживал видео, и там теги подбирал. И все. Я вообще лопух тогда в то время была в интернете. Ну, полный лопух. И учиться не хотела. Что-то мне казалось, что это совершенно ненужная мне затея, ненужное мне дело. Вот. И потом, когда я это вот натыкала, что это солянка. Что такое солянка? И мне как повылазила куча рецептов, я поняла, что солянкой можно назвать абсолютно все. Так что, девчонки и мальчишки, сейчас все пускай протушивается. Вы видели, что я туда наколбасила. Мы это все дело дотушу. Я уже, чтобы капустка была такая мягенькая. Попробую, включусь еще вам, скажу, что там может хватает, или что там не хватает, или что я может добавляла еще. Ну и, конечно же, за ужином Николай еще скажет, что он думает по этому поводу, да? Да, что там думать? Что там думать? В смысле? Вкусно. Да, он уже говорит, вкусно, а что бы ты не приготовила, все вкусно. Ну, надеюсь, что это будет тоже вкусно. Пока я вас оставляю, тут помыть посуду надо, собакам нужно поставить бульонку варить. Вот. Но вы же не отключайтесь, потому что еще будет самое интересное дальше. Ну что, у нас все вкусненько, у нас все вкусненько, у нас все вкусненько. У меня все получилось, получилось шедеврально, шикарно, ну, в принципе, как я всегда, да? Даже попробовала, если к себе пекла бы, я тоже немножко. Вот. Девчонки, единственное, что я чуть-чуть добавила, это соли, потому что вначале я вообще соль не клала, я только приправу вот такую лесную грибу клала. Тут есть какая-то, по-моему, соль, но тут ее совершенно чуть-чуть. Вот. И соли я вообще не клала, поэтому добавила немножечко соли и добавила немножечко еще черного перчика, так, для ароматика, для всего. Конечно, можно было больше чесночка, но уже не хочется с ним удохаться. Так что, честно признаюсь. И посмотрите, какая прелесть получилась. Плита грязная, не обращайте внимания, это ее, я только что, все за... Ё-моё, смотрите, какая класса. Классота. Классота. Смотрите, какая класса. Класснота. Аромат стоит, смотрите, какая прелесть, да? А это какое видео? В смысле, это обычное видео? Это просто влоговское. Ты хочешь поздороваться? Гляньте, какая просто... Привет, привет. Я тут, значит, гляньте с этой ложкой, как дура, значит. Так уже, смотри, лишь три часа только. А как же, хвалите меня, хвалите. Умничка, зайенька. Все, вот ты все, как я попалась, и люди такие, ой, как укусом. Все пропало. Все, маму прямо всю в это... Списали со счетов. Теперь все спрашивают за Дашу, говорит, какой у нее хороший голос, какая она у меня умничка. Все, ухожу с канала. А когда это видео выйдет? Поза-поза завтра. Хочешь передать привет? Через два дня где-то. А то еще через три. Ага. Все. Что? Все. Ничего. Ничего? Так, все, ребята. На этом наш такой вот маленький, типа мини-кулинарный такой, этот заканчивается. Дашь музыку, если мы там слышно... А что, отдельно будет? Слышно. Конечно, конечно, будет слышно. Как сильно не будет слышно. Слышно, слышно. Вот. Заканчивается, и еще мы в обычном влоге покажем, как это выглядит на дариночке. А, конечно. Все. Все, всем, Тема, всем, всем пока-пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова